Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Смотрите, друзья, это тот случай, когда уже помощник вырос. Мама сидит в машине, греет её, а сын обметает. О, шикарно, правда? Я тоже так думаю, шикарно, шикарно. Помощник вырос. Вот, у нас, в общем, снежок, машина в снегу, и поэтому пришли, и уже, в общем-то, надо её обметать. Вот так, в студии мало. У нас только в поликлинику, записанную к врачу. Так что мы с ним в поликлинику сейчас поедем. Я везу, он обметает, в общем, такое комбо на двоих. Сейчас погреем, да, поедем. Даже не знаю, сколько градусов машина показывает, но минус 7. Ну так, морозненько, конечно. Алюхе жарко, смотрю, шапку снял. Чё, жарко? Да? Серьёзно? О, это жарко ему. Какой жаркий парень. Что значит? Подвигался, поработал, жарко стало, шапку снял. В этот раз встречаемся. Я иду, пока дошла, чё-то уж примерзла. Он идёт без шапки. Я говорю, чё такое? А ему жарко. Ну так вот. Молодость. Я бы так назвала. Вот, в общем, сейчас поедем. Нас тут призажали со всех сторон. Но ничего, мы сейчас выйдем. Когда ты оказался в лакомке днём. И все стеллажи просто витком. Выбирай всё, что хочешь. Ты всё там набирал? Разные. Какие хочешь. Какие хочешь. Какие хочешь. Вкусно, правда? А цены какие хорошие? Хорошие. У меня сказочные просто. Хачапурь, и слой, и слой, и слой, и слой, и слой, и слой. Всё, что хочется. Так, разлюнули в лакомку. Купили всякие всячины. Какой-то рулет меренговый с клубникой, с чем-то там ещё. С какого-то пицца. В общем, покажу вам. Тут сумка, там пакет. Потом какие-то ещё стаканчики такие красивые. Ну, в общем, от одного стаканчика остаётся уже рожки до ножки. Надо было ложку взять. А мы что-то не взяли. Я думала, он всё-таки потерпит до дома. Но нет. Увы и ах. До дома он решил не ждать. Съесть всё сейчас. Я тоже так думаю, что иногда надо... Вы знаете, как раньше? Идёшь такой с магазина, когда я была мелкая. И вот батон. И вот эта вот корочка. Как он? Ты тоже, да. Как её не обгрызть? Ну, это же так смачно. Это же так круто. Это же так клёво. Эклеры, как обычно, перемазались в эти мешочки. В общем, эклеры взяли. Потом тут разные слойки. С фаршем, ещё там с чем-то. Вот такие вот стаканчики. Одного уже нет. То, что Илья его уже съел. И вот этот вот какой-то рулет меренги. Они говорят, положите его в холодильник. Он ещё станет вкуснее. Вот, не знаю, там... Какая-то начинка вкусная. А вот что, друзья? Я тут не везде отничала. Давно вам не показывала продвижение. Своей вышивки. Ну, вот такой у меня на данный момент результат. Движемся плавно. Куда-то вверх. Вот бы ещё пропуски заполнить. И уже бы замотать. И уже продвигаться дальше. Потому что пропуски ещё есть. Обживаю я по бумажной схеме. А бумажная схема, понимаете, она вот тут лежит. Вот её так много. И что уже там вверху, уже получается по факту не видно. Абсолютно не видно. Поэтому надо бы заполнить эти пропуски. И уже опускать работу ниже. В общем-то, стрелочки нам говорят о том, что это у нас середина. Вот, значит, середина вышивки. Пионы, ирисы. Да, ваза. Пион по факту незаконченный. Листья вышиваются. Ну, в принципе, если бы вот так, то можно было бы на вот столько бы работу опустить. И опять у нас мононить идёт. Тут я так всё и не исправила до сих пор. Потому что пока не мешает, надо бы распустить. В общем-то, ошиблась мононить. Вот я мононитью расшиваю. Ошиблась и на одну клеточку не туда. Не туда. Вот здесь ушла куда-то. Ну, так как она мелкая, в общем-то, обсчиталась или не туда иголкой, уже воткнула не туда иголку, и всё, пошло вообще не туда. Так, кстати, у меня вот такой маникюр новый. Он очень подходящий под эту работу, я бы так сказала, правда? Так, под цветы, под зелень, под коричневое, под это, под фон, в общем-то. Угу, точно. Маникюр просто под работу. Очень подходящий. Таких вот, да, гаммах. Гаммы осени, наверное. Не знаю. Вот когда сейчас пойдут цветы, насколько заиграет картина или нет. Потому что низ был очень такой, тут не видно, он бордо, тёмный. И пока не стали появляться, вот как-то ваза осветлила всю работу, цветок, листья дали цвета. Но здесь очень много бэкстича, поэтому картина и так уже такая интересная. Но я думаю, что заиграет очень интересно. Но самое главное, это мы нетерпения, как говорится. Буду тихонечко-тихонечко вышиваю каждого цвета, везде по чуть-чуть. Вот там чуть-чуть, тут чуть-чуть, там. И, в общем-то, работа такая. Ну, я не могу сказать, что сложная, интересная. Но иногда, знаете, цвет какой-то вышила, бросаю его, перехожу на какой-то другой. А иногда прям одним цветом и там, и тут, и тут, и тут. Везде вышиваю. Работает фирмой Dimensions. В запасе у меня пока никакой, никакой нет. Подхожу уже, понимаете, к половине, ну вот, да, половина, где мы тут померили, так, половина вышивки. И чаще всего я уже начинаю задумываться о чем-то еще новом. Что хочу сказать, что я бы хотела купить, не вижу на Валбересе, на Озоне. Отсутствует, нет наличия. Вот, если раньше можно было смотреть, там, поставить какую-то приемлемую цену, там, может быть, какие-то будут скидки, там, еще что-то. Потому что работы Dimensions, это, понимаете, там, за три уже вот такую не купишь. Это, наверное, 4-5, может быть, еще больше даже. Да, цена такая нерадостная становится, согласна с вами, да. Вы там, наверное, удивились. Но хобби такое. Есть вышивки других фирм. Может быть, что-то интересное. Lucas, может быть, еще там что-то. Но оно все такое дорогостоящее. Вот, потому что тратить время на плохого качества, так скажем. Я не люблю шерсть вышивать. Вот, и на это тратить время я как бы не хочу. Мне хочется приятно работать с интересным по итогу, что я получу. Отлично продуманная схема. Нитки мулины я только люблю. Я пробовала вышивать шерстью, но, в общем-то, это не мое. Я хочу качественное, дорогое, и результат, соответственно, получится, понимаете, да, уже соответствующий. Вышиваю я не первый год, поэтому, в принципе, не боюсь вот купить дорогое и не закончить. Даже если вот у меня были работы, которые лежали несколько лет, были не закончены, был у меня такой перерыв вышивки, когда я, ну, не вышивала. Ну, я вернулась к той работе, которая у меня недовышитая, я ее закончила, потом опять купила новую, закончила, купила новую, закончила, там, и вот опять новая, и я ее вышиваю. Купила станок, раньше вышивала, да, на пяльцах. Так, поэтому хочется уже чего-то хорошего, качественного, а не просто так проводить время, ну, так скажем. Вот, поэтому, да, не присмотрела я еще то, чтобы я хотела приобрести и вышивать. Так что в раздумьях. Кто вышивает Dimensions, напишите, подскажите, может быть, какую-то идею киньте, что там такое интересное. Я бы, наверное, купила. Не знаю что, но что-то уже нужно присматривать. В общем-то, такая красота получается, пропусков не так много, тут чуть-чуть, в Азии вот есть, в цветах есть. Ну, то, что вот этот цвет, где здесь идет, он потом появляется, вот здесь его много. Просто тут бленд, собирать, собрать бленд ради, там, 20 крестиков, если они тут таковые есть, а нет, даже вот здесь и того меньше, там, крестиков 8. И потом, вот здесь его много или, ну, в общем, в общем, вы понимаете, дилемма, дилемма у меня. Потом, когда я бэкстич сделаю, я это мононить распарю полностью и будет отлично все. Ну что, друзья, вот в таком вот полумраке будете проходить свидание. Да-да, свидание. Ну, короче, у нас свидание. Ой, что-то все сыпется. Еда какая-то, какой-то еды понабрал. Еды, выпивки и все такого. Решил по-это, пошуршать пока. Зал не наполнился, зал будет битком, скажу вам сразу. Видите, какой выпивки. Я вот такой речь взяла. Очень сильно алкогольный. Вот, апельсин, манго. В общем, бьет в голову сразу и на повал. А вот, ну и это, у Максима там тоже что-то сильно, сильно газированное. А вот, ну малоалкогольное. Вот. Так что, в общем, мы во все оружие пришли в кино на фильм, знаете какой? Любовники. Как вы думаете, какой фильм можно смотреть на свидание? Ну вот, только такой. Ну тут что там, вкусно вот это взял. Или какие-то, какой-то арахис еще взяла. Тут еще какие-то, какие-то штуки. Видите, уже не теряя времени. Я так думаю, что его терять, надо сразу, сразу все успеть до фильма. Потому что, чтобы никому не мешать хрустом. Хрустом без, да. Чтобы потом никому не мешать. Так что, мы на фильм. У меня даже голова не досохла. Мне кажется, она какая-то мокрая. И на улице холодно. Очень холодно. Я, кстати, сегодня в шубе. И сегодня уже выгулила норковую шубу. Думаю, надо ее выгулить. Начну с первой. Вот. Выгуливать. Как раз погода уже такая. Летная для шуб. Вот. Ну и. Вышли. С машины. Максим говорит, а что за холодно-то? Я говорю, не знаю. Зима. Зима, ну. Короче. Известная многим моя сумка. Настя говорит, мам, хочу мороженого. Я говорю, ну иди сходи в магазин, купи мороженого. Ну и к мороженому еще, как обычно, оказалось еще там всего. Я уже забрала. Настя взяла первый вкус с сгущенкой. Он уже и там ест. Дай мне музыкалку, а то не успеет. Так. Ты сколько? Три тела? Тим, короче, не заходил. Далее тут каравай. Ну и, в общем-то, к группе хлебушка. Там что-нибудь колбаски. В общем, батон утренний. Я говорю, возьму фарш. И что-то еще было. Она говорит, я взяла того, чего не было в списке. Так. Фарш из свинины и говядины. Две штучки. И потом помидоры. Теперь на улице похолодало. Стало холодно. А, вот этого не было в списке. Санта-Брама Антарктик. Криль. Криль. Так, что тут за карпаска? Европейский сервилат. Я выбирала в граммах и по цене. Ух ты. Слышали, в граммах и по цене она там выбирала. Я еще с набрала. В счета. Вот. Вот так вот. Значит, огурцы еще. И что тут у нас такое? Это кто? Это кто? Что это? Что это вообще? Что с этим делать? Как ваши дети это используют? Мои на проводах вот цепляют. Куда это вообще? На ноутбук? За меня подружка на зимнюю обувь на шнурки. А, на зимнюю обувь на шнурки? А я записалась на маникюр. Завтра пойду на маникюр. Ведь уже все обломала. Все обломала. Видно? О. О. Все. Как целый остался, не знаю. Но, в общем, уже обломала. Так что... О, мы сейчас по мороженке. По мороженке. Другого не было никакого? Только пломбир? С вишни. А, с вишни. С вишней я тоже люблю. С вишней тоже вкусно. С вишней раз с вишней. Да, в следующий раз с вишней. Ой, я уже съела мороженое. Пока я вам тут пакет снимала. С продуктами мороженое уже съедено. Уже закончилось. Кончилось. За этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»